Вадим Ширяев Прекрасный вопрос Наверное, я получаю его тысячный раз И каждый раз Более точное понимание Я начал с того, что еще в школе Мне хотелось понять, как деньги зарабатываются И постоянно потом стремился, искал, смотрел Один вариант, другой И совершенно у меня жизненно Через много перипетий, через там Торговую работу Начали, как преждал Складывать в МВНС, продажи Разные бизнесы Пришел к тому, что Тот, кто понимает разные бизнес-модели И может их подбирать под разные компании Начал их востребовывать Потому что я подобрал под один свой бизнес Под другой бизнес Совместно с заводами Какими-то бизнесами Различные И мы поняли, что Знать, какой бизнес будет завтра Эффективным Знать, как прийти к нему Это очень дорого Это дорого Ценится И совпало Я признавался Парту и красным Лучший представитель вот здесь Лучше вот там Мы выиграли этот конкурс На сопровождении бизнес-эффективов ЕБРД В свое время В 2000-й год По Восточному Восточной Сибири И нас отправили везде учиться Всем стало очень выгодно Чтобы у нас все было хорошо Потому что мы стали Сопровождать много бизнесов И всех за нас стали инвестировать Знания Возможности обучиться И в итоге нас накачали знаниями И в 2002-2003 году Мы с большим опережением В остальных Могли Помогать бизнесу Устраивать Продажи Там маркет И все прочее Ну и соответственно Дальше мы стали инвестировать уже собственные силы Время И сегодня мы пришли к тому Что По сути Мы приобретаем Скупаем Обмениваемся Неважно разными способами Самые простые Для внедрения Недорогие Но очень результативные технологии По бизнесу Значаем быстрее Чем другие И соответственно Быстрее их применяем Все Все Движение на опережение Ну это кстати Один же из постулатов ваших Вот делать бизнес на растущих рынках А как вот С точки зрения малого бизнеса Можно такие рынки находить Есть ли какие-то простые приемы Которые Ну бюджетные Я бы даже сказал Не простые Самый лучший прием Любимый Называется Включить мозги То есть Второе Быть внимательным Третье Освоить Элементарных Очень недорогих Бесплатных Там даже По внедрению Только время Кем техник Человек очень интересненького А зачем Да Простые Они не требуют Затраты оборудования Не требуют просто Желания И воли Топ-менеджменты Компании Даже мало бизнеса Есть пара-тройка человек Которые рулят бизнесом Да Они главные У них окружение Чтобы этих приемняться И соответственно Внимательность к трендам Отслеживание Что происходит Как они где Позволяет Находить новые рынки Причем есть правило У нас в любом стагнирующем рынке Считается это растущий Малый Но растущий рынок И Самое главное Я рекомендую Постоянно изучать бизнес-кейсы Бизнесмены Часто если успешны Я думаю Так было всегда И будет всегда Но Как только ты начинаешь Потерять чуйку А что такое Это слэм Да Чувство рынка Это происходит с того, что ты уже думаешь Молодец Чувство рынка должно быть всегда Ты должен быть постоянно внимательным Чуть отвлекся Потерял Поэтому Если ты постоянно изучаешь Бизнес-кейсы Бизнес-кейсы Здесь общаешься Станешь между собой Тогда у тебя есть чувство рынка Тогда ты начинаешь предвкушать Поэтому Знание кемтехника Команда И постоянно чувство рынка Изучение всех кейсов Интеграции Бизнес-сообщества Клубы Тусовки Позволяет тебе находить Ну и самое, наверное, любимое Это Тренд Слово Коллаборейшн Партнерство Дружба Когда Ты хлебозавод в Ростове Я хлебозавод в Хабаровске Если хлебозавод в Челябинске Мы можем же дружить вместе Мы не конкуренты между собой Мы можем как-то вместе обменить что-то делать То есть Вообще Уметь договариваться Дружить Делать партнерские программы И использовать Самые простые А лучше Более эффективные Но посложнее Техники Управления знаниями А именно Как считать информацию с рынка Как чувствовать тенды лучше Как загадывать будущее дальше Все это в копии позволяет тебе Чтобы быстрее принимать решения Потому что кто видел растущий рынок А в нем уже полноты Поопоздал Он будет просто вот Таким Каждый день Раз уж не начали говорить О системе управления знаний Да То какие можно назвать шаги Такие-то Для совсем начинающих бизнесов У которых еще там Ну не знаю Пять Семь-десять сотрудников Очень простое Вот Управление знаниям Происходит в команде Надо отчетки Теренструировать Что есть Данные Есть информация И знания Информация Есть очень много систем Различных CRM Датамайнинг Ну и много-много Но это информация Знания Это то, что находится у человека В сознании В голове То есть не в компьютере Не на бумаге То, что он апеллирует Он приходит на совещание У него какие-то знания есть У нас же не какой-то Сталбутин Или там адвокат Когда ведет этот процесс Он уступает У него знания в голове Он их себя вкачивает И так далее Потом проведение знаниями Это когда есть люди У которых есть знания Каждого Которыми они могут оперировать Если находятся внутри Они размещены уже Он их понимает Вот Получается Есть знания одного человека А есть знания команды Правильно? Угу Соответственно первая работа Начинается с того, что Определить Кто из команды Кто из команды Кто эти люди И так далее И Кто бы собрала команда Опять следующую историю Нужно добиться Шаг номер два Это единого понимания Предмета команды Заваться Коммуном достоянии Соответственно Да Это позволяет Построить коммуникацию Команды И дальше Выйти на уровень Самой следовательности Когда команды Уже приказы Какие зоны Можны быть Где их брать Как размещать Для того, что в момент Принятия решения Стратегического решения То есть Команда Этим за ними Обладала Вот такие первые шаги Дальше уже Разлические М техники Чтобы получать информацию Быстрее Точнее Сматривать дальше Это уже базовое Стояние Не только команды Единое понимание Предмета Единая стратегия Соответственно Развитие бизнеса И понимание Какие знания Как часто Нужны Как они будут Распределяться Забыть их носителем Почему они будут Так достоверны Как быть уверены В том, что они актуальны Любые знания Которые позволяют нам Принять решения Знания о рынке Какие-то Ноу-хау в бизнесе О действиях Конкурентов Чтобы знания Ретрансклировались Принятие решения Мы придумали Какую-то новую стратегию Для наших СУЗОВ Допустим быстро А не 100 лет Кто быстрее По сути это Процедура Принятия решения И что Ретрансляция Решения по всей команде Мы сегодня приняли решение За то Чтобы все наши маркинги Агентства Или наши СУЗОВ В рамках Где решения Уже действовали Насколько быстро Какие у вас критерии Отбора Как к вам Попадают люди И Кого берете Кто интересует Кого не берете Может быть Есть какие-то у них Вечных Вменяемых Прогрессивно мыслящих Без понтов Уменьшенных В команде Старствоустойчивых В общем Хороших Обыкновенных Нормальных Людей И не важно Их уровень Представленной подготовки Если человек целостный Если у него все хорошо С уровнем культуры У него адекватная Нормальная Норма морали Все хорошо С этикой А человек Готовый к достижениям Готовый к росту Мы берем И У человека должен быть желание Расти Человек Это умное слово На английском языке Словко Самое Достаточно Человек Кто сам знает Что хочет За ним надо бегать Большинство Специалистов 95% За ним нужен Глаз на глаз Контроль Мне плохо мотивировали Нет А здесь С личной мотивацией Они готовы Вот так Слови По неопределенности Преданное дело Таких мало На самом деле Это просто Нормальные люди Просто таких К сожалению Сейчас очень мало Мы их видим Видим Горячие глаза Тестируем их На шкале Бизнеса Первого Второго уровня Если они На самом деле Усваивают знания Готовы учить других Готовы правда Инвестировать в себя Время В первую очередь Силы То конечно Они впадают нам В проект Вопросы талантов Но это Наверное 3-5-7 человек В год В регионе Это очень избирательно Ну Тогда Последний вопрос Что посоветуете Начинающим Да Я вот хочу Наших слушателей Зрителей Обратить на сайт Понимание Шевеляев.ру Там изложено Ну по-моему 10 принципов Из По-моему 100 Часово 470 У них Есть Топ-100 На сайте Что посоветуем Я посоветую Будь внимательным Включить мозги Я об этом Уже говорил в самом начале Соответственно Нужно просто Смотреть по сторонам И нужно развиваться Каждый день Будь лучше Каждый день Учиться Все Каждый день Каждый день Каждый день Эффект Эффект Крюгера Даннинга Следующий Что 4 принципа Некомпетентные люди Склонны Вы Каждый день Растете Растете И каждый день Компетенции Растут Через 3-6-8 месяцев Вы сравниваетесь С тем Как вы были 8 месяцев назад Разрыв является очевидным Вы понимаете насколько вы были Некомпетентны Понимаете Как вы могли Вообще На таком уровне Какие-то важные решения Вам становится страшно От того Как вы себя вели Думая что вы компетентны Тогда Начинается то Что я включил у себя Лет 20 назад Вы начинаете Ежедневно Добирать свои компетенции Это становится процесс Потому что Вы прекрасно понимаете Чем более вы компетентны Тем более Становится Понимание Того Еще Куда расти И тогда Включив Саморазвивающую систему Важно На уровне команды В группе лиц Чтобы еще сравниться Между собой Так быстрее расти Вы начинаете Стремительно Развивать свои компетенции Как следствие Понимания рынка Поиск новых бизнес возможностей Наилучшие способы Их решения Больше зарабатываете Счастья И у вас всегда Хорошее настроение В этом фишка Спасибо огромное Спасибо вам